Феникс, Китай, 5-я годовщина присоединения Крыма Россия и Украина все еще спорят из-за полуострова Феникс, Китай 22 марта 2019 года 18 марта состоялась 5-я годовщина присоединения Крыма в состав России Для участия в праздновании в Симферополь прибыл Владимир Путин Во время концерта президент был в прекрасном настроении и поблагодарил крымчан Сравнив их с бойцами Красной Армии времен Великой Отечественной войны В то же время НАТО и ЕС резко осудили захват России и чужих территорий А президент Украины Петр Порошенко заявил, что вернет Крым политическими или дипломатическими методами Путин лично убедился в результатах голосования присоединения Крыма к России Президент России присутствовал на официальном открытии двух новых электростанций в Крыму Которые ознаменовали значительное улучшение инфраструктуры региона После того, как в 2014 году Россия объявила о присвоении Крыма Украина отрезала полуостров от сети энергоснабжения и перекрыла пути сообщения, проходящие через ее территорию Путин заявил, в ситуации произошли коренные изменения Новые электростанции обеспечивают 90% нынешнего потребления электроэнергии на полуострове В прошлом году Россия построила мост через Керченский пролив, соединяющий полуостров с остальной частью России Его длина составила 19 километров, а на строительство было потрачено 3,6 миллиардов долларов Крымский мост сделал передвижение удобнее для жителей полуострова Россия распахнула объятия и с радостью приняла вас, сказал Путин во время празднования Мы добьемся всех поставленных целей, потому что мы вместе На встрече с духовными лидерами, Путин отметил, что пригласил президента Турции Эрдогана присутствовать на церемонии открытия мечети в Крыму А также выступил с инициативой пригласить на открытие синагоги премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху День воссоединения Крыма с Россией было решено отмечать 18 марта По всей стране будут устраиваться праздничные мероприятия, а в Крыму этот день объявлен выходным В этом году правительство Москвы организовало музыкальный фестиваль «Крымская весна» В честь праздника откроется фотовыставка и будут устраиваться флешмобы НАТО и ЕС, против России, за Украину Когда Россия приняла Крым в свою семью, со стороны НАТО и ЕС начали раздаваться упреки, что Россия действовала грабительски и захватила полуостров 18 марта страны-участницы НАТО заявили «Мы резко осуждаем действия России, мы отрицаем их и никогда не сможем признать» Страны обвинили Россию в нарушении прав человека Говоря о своевольных арестах и пытках представителей крымских татар А также осуждая наращивание военной мощи на полуострове Страны НАТО призвали Россию вернуть Крым Украине Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерико Магерине заявила «Мы полностью поддерживаем Украину, ее суверенные права и территориальную целостность» Как стало известно, Россия разместила в Крыму новейшие военные корабли, управляемые ракетой и боевые самолеты Председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев отметил Что среди нового вооружения, в Крыму разместят ракетные комплексы «Искандер-М» и дальние бомбардировщики Ту-22М-3 Развитие инфраструктуры полуострова также заставило Запад, включая страны Евросоюза, США и Канаду, увеличить санкции против России По поводу введения новых санкций Министерство иностранных дел заявило, что Россия сможет дать твердый ответ Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что экономические санкции, политическое давление или военные угрозы не имеют никакого смысла Крым навсегда останется частью России Противостояние между Россией и Украиной длится уже долго Площадь Крымского полуострова составляет 27 тысяч квадратных километров Эти богатые территории с давних времен были любимым местом отдыха россиян Впервые Крым был завоеван Россией при Екатерине Великой В 1954 году в честь 300-летия объединения России и Украины Хрущев приказал передать полуостров Украинской Советской Социалистической Республики До распада СССР Крым входил в состав Украины, но серьезные противоречия по поводу его принадлежности существуют между странами до сих пор В 2014 году в Крыму был проведен референдум По его результатам полуостров вошел в состав России, что отнюдь не прекратило спора между Россией и Украиной В ноябре прошлого года между российскими и украинскими военными в Черном море произошла перестрелка, по поводу которой каждая страна придерживается своей собственной точки зрения По мнению украинских военных, Россия открыла по ним огонь, а затем арестовала три корабля с 11 моряками Россия же считает произошедшее провокацией со стороны Украины Через месяц после столкновения в Черном море, Россия послала большое количество техники на военную базу в Крыму Сообщается, что среди отправленных военных был превосходный снаряженный отряд спецназа Место их расквартировки располагается всего в нескольких километрах от границы с Украиной Будет ли Крым снова украинским? Вечером 18 числа Министерства иностранных дел Украины выразила недовольство по поводу участия Путина в мероприятиях, посвященных пятой годовщине присоединения Крыма Заявив, что Россия серьезно нарушает суверенитет и территориальную целостность Украины К тому же, в конце этого месяца на Украине состоятся президентские выборы Их участники, бывший премьер-министр Юлия Тимошенко и действующий президент Петр Порошенко заявили, что в случае избрания примут все меры, чтобы вырвать Крым из рук России Присоединение Крыма вселило в россиян чувство гордости и повысило популярность Путина Однако, спустя пять лет, энтузиазм в людях начал постепенно угасать Для россиян реальное качество жизни стало важнее неосязаемой гордости за страну Российская экономика почувствовала тяжесть западных санкций По данным мартовского опроса в ЦИОН, 39% россиян оценивают присоединение Крыма с Кореей положительно В 2014 году такого мнения придерживались 67% жителей страны Рейтинг Путина, превышающий сейчас 60%, уменьшается из-за снижения доходов, роста цены проведения пенсионной реформы Независимый российский политический эксперт Мария Липман отметила Люди радовались присоединению Крыма Но сейчас мы видим, что эффект от присоединения начинает ослабевать Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова